Вопрос такой. Действительно, год назад мы предполагали, боялись и сомневались. Даже я говорил, когда выступал, так сказать, были вопросы. Но некоторые вещи, самое главное, о чем мы боялись, я даже на стене написал. Вот там доллар должен быть 100 с чем-то. Оно написано. 130, по-моему, да? 150. 150. Ну, как бы, мы шумные все, понимаешь, на кухне. А доллар упал, черти куда, понимаете? То, что доллар упал, железо упало еще куда вообще. Но если раньше, скажем, там 120 рублей за килограмм, то мы дошли до 50 рублей за килограмм. Это действие внутреннего рынка и правительства. Слава Богу, там умные люди сидят, они регулируют этот процесс. Поэтому наши сомнения развеялись. Мы смогли сделать продукцию очень недорогую. И как результат, я, ну, не я, так сказать, мы приняли решение распродать все со складов. То, что ей пять лет стояло, грубо говоря. И мы распродали все. Вот Наталья Николаевна ведет эту тему производства. Она мой зам. Вот, я попрошу сейчас, если можно, по элементам подробно. Сколько мы сделали, чтобы я не уточнял. И куда оно делось. А потом я продолжу. Да, хорошо. Вот что показывают объему производства, Наталья Николаевна. Наши объемы в этом году, за этот год, на удивление, были выше, чем в прошлом году. Мы в период успели быстро сориентироваться, когда пошло падение. Имели остатки конфликтующих в середине начала сезона, то есть это марте месяце. Сделали упорное увеличение объемов таких объектов, как разбрасыватели наши, бороны, борона легкая пружинная, БРК, опрыскиватели усилили в объемах. Что дало возможность нам выручки в объемах увеличить наши все торговые, плановые показатели. Если также у нас было опасение по комплектующим, чтобы все одеть на опрыскиватель, как положено. Но здесь надо отдать должное всем нашим партнерам, с которыми мы тоже долгое время работали. Все достаточно быстро сориентировались, организовали поставки альтернативные. В том числе и больше с Турции начали привозить. Если раньше был упор на Польшу, то стали замену делать турецких комплектующих, которые можно монтировать на распылительные системы опрыскивателей. И тоже проблем, как таковых, не составило. Есть единичные сейчас проблемы, но они решаются. И опять же, есть очень быстрые поставки, интересные, альтернативные. И закрываются многие вопросы. А то, что касается за счет падения стоимости черного металла, здесь можно заметить и у конкурентов похожая ситуация, потому что люди воспользовались этим фактом, и у нас. И это нас даже обрадовало в этом году, потому что был рост объема производства. Ну, я еще, Николай Васильевич, дополнение скажу, что наше предприятие сейчас по мощности больше строительными делами занимается, как вы знаете, строим. Ангары. Ангары, всякие другие железняки, сэндвич ангары, разное. Сейчас не об этом. Речь идет о том, что при, так сказать, процентном уменьшении производства деталей и изделий сельского хозяйства, тем не менее, там произошел рост. Это первое. Второе. Ну, мы предприятие небольшое и ориентированы на бюджетное фермерское хозяйство. Поэтому секретов нет. Я даже назову сейчас цифру. Вот я буду называть изделие. Наташа, сколько мы реализовали? Вот возьмем барана легкая пружина, 9 метров. Сколько? 120 штук. 120 штук. Барана кончатая. Да. 6 метров. 6,5 метров. 90. 90 штук. Это получилось, что наиболее ходовой товар, понимаете? Ага. Опрыскиватели мы делаем, единственные, кто в Союзе делаем с емкостью 800 литров, с колонкой. И для малых садов мы сделали 50, да? Нет, у нас увеличилось 150. Всю программу выработали. Всю программу выработали. Дальше что я должен сказать? На турецкий комплектующий. Да, на турецкий. Сейчас повалили эти опрыскиватели дешевле, чем у нас. И мы даже запчасти не закупаем. Наверное, делать и не будем. Потому что, ну, нашлись люди, поставляют с Турции. Там тоже ребята шустрые. Вот. Опрыскиватели поменьше. Ну, там 30, 20, разные модели. А вот эти вот показатели, они в сравнении с предыдущим годом, можно сказать, что это больше и в количестве. В штуках тоже больше. Не только. Да, ну, почти полтора раза, да? Да. Полтора раза. Отлично. Да. А скажите, вот по каким позициям были наибольшие сложности из комплектующих, имеется в виду? Это насосы. Мембранно-поршневые итальянские насосы. Так как основной поставщик данного рынка в период мая-июня отказался поставлять. Да. И здесь вот пошли по возможности какие-то обходные пути поставок. Вот. Или рассматривать надо, переходить на насосы других производителей, других стран, в частности, опять же, Турция. Что еще? Вы знаете, Николай Васильевич, это и мы так, и всем рекомендуем. То есть мы, вот благодаря Наталье, мы смогли выйти на другие рынки, вот, такие как Челябинск, Самар, не Челябинск, Оренбург, Самара, вот. И только, ну, много чего пошло именно туда. Вот, например, пружинные здесь очень мало, потому что здесь только три завода делают пружинные бороны. Ну, как малянские, шпрингерные называются. Да. А вот, так сказать, работая с территориями, страна-то большая, немножко мы здесь нашли ниши. За счет увеличения географии. Географии, да. Центральный федеральный округ и далее. Так как юг, он уже, конечно, насыщенный. Юг насыщенный. Сыщенные люди у нас имеют дюшеты другие, обеспеченные. Вы знаете, что техника здесь дорогущая. Вот. И выходить с лопатой, когда там экскаватор продается, не очень это интересно. Да, вы сказали о железе, о том, что оно, железо подешевело и все хорошо, сказалось хорошо на экономике. Но вот аграрии жалуются, что отечественная сталь невысокого качества и недолговечна. Вот вы эту проблему почувствовали? И если да, то как решать? Николай Васильевич, это тема моя любимая. Я здесь могу профессионально эту тему раскрыть. Я для сведения, сколько, 40 раз ездил по работе в Турцию. 40. На некоторые заводы я приезжаю как домой себе. Понимаешь? Да. Вот. Не из-за того, что я хороший. Просто турки, они доброжелательные люди сами по себе, когда в работе. Вот. И я обратил давно, что у них сталь в основной марке идет целевая завода. Например, агротех. Прямо на них написано на листах. Понимаете? Ага, интересно. На таких катушках. Агротех. Я говорю, а как, почему? Он говорит, я заказываю такой закон у них, что качество обеспечивает завод. Не тот, кто там перепродал. Перепродает, который он заказывает на заводе. И сертификат идет заводской через него туда. У них сталь, которая у нас самая ходовая, сталь 3. У него 35 килограмм на миллиметр квадратный. Прочность на разрыв, предположим. А у них самая низкая. 53 килограмма на миллиметр квадратный. Вот мы берем 53, делим на 35. Ну, полтора раза примерно. То есть, самая плохая железяка турецкого производства при той же толщине, что у нас, полтора раза прочнее. Это первое. Второе. В чем ошибка? Многие копируют, и мы в том числе, потому что иначе вес не выходит. Ну, вот копируем, берем тройку, два с половиной, и мы ставим два с половиной. То есть, заранее мы вводим парочностную ошибку, копии того, что мы делаем по сравнению с турками. Поэтому, ну, нормальный хозяин, такой, как я, понимающий, это же учат в институте. Он должен все это знать и, безусловно, покупать, прямо скажем, импортную. Потому что сталь там лучше. Но, некоторые наши производители, я дам рекламу, Староминская, Соломатин, Виктор Викторович, вот, образованная компания, хороший директор там у него, это, он заказал именно ту спецификацию стали, на север стали, ту, которую, скажем, аналоговые прототипы, французские изделия у него, глубокорыхлители. И его качество стали одинаковое, что он делает из нашей стали, что у французов. И больше того, он кое-где имеет лучшие характеристики нашей стали. И приведу пример по нему. У него процентов на 30 качество по прочности выше, чем у аналогов, там, Белота и так далее. Очень интересно, да. То есть, все зависит от компетенции, компетентности сельхоз, вернее, машиностроителя, да? Машиностроителя раз. Но такие, как Виктор Викторович, их мало. Это крупные компании, Ростсельмаш, и то не знаю, чем они пользуются. Основная масса, как мы, мы берем со складов, все делаем со строительного материала. Сталь-3, потому что 99% это сталь-3. Ну, вот, например, Сигма-02, это пластичность, когда она деформируется и назад не возвращается. У нас 19 килограмм на миллиметр квадратный, 20. А у Турок 28-30. Понятно тоже, да? Да. Техника позволяет держаться в этом. Да, но за счет того, что мы эти фокусы знаем, и кое-где, скажем, вместо троечки ставим четверочку, где-то чего-то. И вот это компенсирует. Да, но подытоживая, можно ли сказать, что сегодня для отечественного сельхозмашиностроения хороший шанс для развития, поскольку конкуренция может быть несколько ослабела, и возможность проявить себя и показать лучшие качества сейчас выше. Давай скажем, пожалуйста. Наталья Николаевна. Да, мы считаем, что сейчас... Мы сегодня совещание проводили утром, на выставке. Сейчас снова такой появляется и период, и шанс, когда действительно отечественные производители, особенно которые имеют уже опыт, наработки, свою линейку, могут снова себя очень уверенно и активно заявить на рынке. И мы этим шансом тоже пользуемся уже второй год. Я каждый раз одно и то же говорю, что компьютеризация сельхозтехники, в том числе и малой, это тот путь, который сегодня позволяет селянам 20-30% сэкономить. Мы в этом направлении имеем наработки, а конкретно выпускаем компьютер для опрыскивателя, который позволяет любой опрыскиватель, находящийся в колхозе, навесной, прицепной, какой, 100 лет ему, 2 года. Он прицепил эту приблуду туда, и он дает экономию. Удивительное устройство, оно сделано умельцами, у нас же радиоуниверситет здесь. Да, 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 да. Очень популярная. Плюс авиационная промышленность, вы знаете, в том числе и малая авиация. И эта группа сделала проект для авиации с точной отработкой. Там скорости больше. И мы перенесли этот проект на свой опрыскиватель и получили достаточно недорогое, очень универсальное. Любой механик установит на свой опрыскиватель. Я бы даже сказал, что лучше, чем Браво итальянское, потому что разом в три дешевле. Вот, результат по окончанию. То есть, у Браво там операционно каждая, а у нас в общем. А результат у нас, я утверждаю, лучше, чем у них. Вот, обращаю на это внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok